Скажем, слава нашему Господу, дорогая Церковь! И небольшое послание, которое мне хотел поделиться, я назвал, и слов нашего Господа, следуй за мною, которое Он сказал своим будущим ученикам. И я прочитаю место из Писания, Евангелие от Матфея, 9 глава, 9 стих. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за мною». И он встал и последовал за ним. Дорогие братья и сестры, сегодня в этом мире очень много призывов следовать за кем-то. Вы знаете, люди призывают, следуйте за нами. политики призывают, следуйте, вы за нами. Нитрокомпании призывают, если вы будете следовать за нами, будете встроенными, красивыми, богатыми, успешными. Много-много призывов в этом мире, чтобы люди, они следовали за кем-то. Вы знаете, мы можем следовать за своими обидами, мы можем следовать за горечью, мы можем следовать за непрощением, проводя годы и годы в таком состоянии. Но мы знаем, что это приводит в никуда. И я знаю одного товарища, который мечтал заработать много денег, его цель была следовать вот этими обогащениями, заработать много денег для своей семьи. Вы знаете, он пропадал в командировках по месяцу и по два, его не было дома. И в итоге он просто потерял семью, а потом и те деньги, которые заработал. И в Советском Союзе, когда я работал на предприятии и был членом партии, у нас была одна партия, КПСС, я был членом этой партии. И когда я понял, что у нас дороги расходятся, я написал заявление, чтобы меня вывели или исключили из членов партии. И вы знаете, потом два года после этого приходили ко мне домой, и чтобы я снова обратно вернулся, вместе с ним продолжал следовать. И обещали и хороший институт, и хорошую работу, и должность. Мы тебе все дадим, ты только следуй вместе с нами. Но мы видим, что если мы следуем за Господа, а в другое место, то это все приводит к краху. И я еще раз прочитаю место, которое я прочитал, это Матфея, да? Матфея, Евангелие от Матфея, 9 стих, 9 глава. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним. Я думаю, что Матфей уже знал что-то о Иисусе Христе. Мы видим его положение, об этом часто проповедуем, да, что он был мытарь, он был грешник. И по должности он был намного меньше, чем Захей. И вы знаете, и когда Господь коснулся его своей благодатью, он коснулся его словом, его сердце, перед ним, я думаю, стал выбор. Всегда встает выбор, когда мы принимаем какое-то решение. Я думаю, что у Матфея тоже был выбор, как в две дороги, да, или следовать за Иисусом, или остаться в этом же состоянии, быть богатым, но быть презираемым, быть грешником и жить в страхе. И он выбрал путь следовать за Иисусом. И мы видим дальнейшую историю Матфея, когда он пошел за Господом, за Иисусом, он написал такое прекрасное Евангелие, первое и самое большое в Новом Завете. Слава Господу! Он последовал за Иисусом Христом. Из мытаря, из грешника, никчемного человека, он стал апостолом, учеником нашего Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, а если бы он не последовал за ним, мы бы ничего о нем больше и не знали, как что это мытарь, который сидит и собирает пошлину. Братья и сестры, и слава Господу, что Бог однажды, Он пригласил нас следовать за Ним. Он пригласил нас следовать за Ним, и мы пошли за Ним. Братья и сестры, и вы знаете, и сегодня мы видим очень много детей, и они сегодня находятся в средственной школе, здесь прославляют Господа, потому что их родители, они когда-то откликнулись на призыв Божий, следуй за Мною. Я хотел бы еще одно место прочитать, одну историю о богатом юноше, которому также был призыв следовать за Господом. Это глава 19, Евангелие Матфея, 16 стиха. «И вот некто подошел, сказал Ему, учитель благий, что делать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал Ему, что ты называешь неблаги? Никто не благ, а только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не уже свидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит Ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне? Иисус сказал Ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за Мною». Услышав слово это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Ну вот такая история, вот такая история, вроде бы характеристика очень прекрасного этого молодого человека, и можно позавидовать и родителям, да, и в жильям воскресной школе, и он с детства знал Писание, и он соблюдал все эти заповеди, заповеди, которые были прописаны в законе Моисеева. Знаете, и мы видим, что Господь, Он видел его сердце, Он видел, что не достает ему. Освободись от этого и продолжай следовать за Мною, иди и следуй за Мною. Вот это приглашение, и вы знаете, Он отошел с печалью, Он не принял приглашение Господа Иисуса Христа, и побоялся или не захотел расстаться с теми сокровищами, да, с той привязанностью, мирской привязанностью, которая была у Него. Дорогие друзья, и вы знаете, так бывает в нашей жизни, периодически Господь, Он показывает нам, показывает нам, от чего нам нужно освободиться и продолжать следовать за Господа. Продолжать следовать за Господа. И, конечно, следовать за Ним мы должны платить какую-то цену, цену, какую-то жертву, да, от чего-то освободиться, что-то оставить в нашей жизни, и это бывает не очень легко, это бывает трудно, это бывает тяжело, но другого выбора нет. Иисус сказал такие слова, да, кто хочет следовать за Мною, что? Отвергни себя и возьми, что? Крест, да, и следуй за Мною. Продолжай следовать за Мною. Но, неся крест, Господь дает нам много обетований в Писании, которые облегчают следование за Господом. Очень много обетований есть в Библии, которые, они предназначены для нас, как для верующих. Вы знаете, можно быть верующим и можно быть христианином. Чем отличается верующий от христианина? Вы знаете, христианин отличается от верующих тем, что он не просто верующий, но он еще следует за Иисусом Христом. Он следует за Иисуса Христом, следует за Его Слово. Однажды Иисус сказал ученикам, которые многие отошли от них, он говорит, не хотите ли и вы уйти от меня? Они говорят, что ты имеешь, Петр говорит, куда нам пойти, ты имеешь глаголы вечной жизни. Куда нам пойти, братья и сестры, нам некуда идти. Наша дорога только за Иисусом Христом. Да поможет нам Господь, чтобы мы следовали за Ним, несмотря ни на что, несмотря на какие трудности, несмотря на какие переживания, мы продолжали следовать за нашим Господом Иисусом. Аминь. Помолимся Богу.